И явятся четыре всадника, да сделают они статку красную и пукан огненной. Я видел, что игрок снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри, я КВ-2 вкачал!» Я взглянул, и вот танк бурый, и на нем всадник, имеющий альфу. И дан был ему фугас, и вышел он как победоносный, и чтобы победить, встал на захват. И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящие «Не бери добьем!» Да, друзья, видимо, нам всем кранты. Я нашел самый днищенский клан по статистике ввод Блиц. Поставьте видео на паузу, выпейте валерьяночки, корвалольчика, потому что такого вы точно еще не видели. Сделайте глубокий вдох, и... Да, черт побери, это лютая жесть. Львиная доля игроков от 7 до 41% побед. Армейский четвертый комсомольский отряд. Очень лояльные требования к приему в клан, от 0% побед и 300 боев. Если вы еще не сломали себе нос фейспалмом, спешу вас успокоить, это не настоящие раки, по крайней мере точно не все. Собственно, их единственная цель в этой игре является руинить катки, тем самым вызывая бомбеж союзников. Они это и сами говорят. Эти ребята специально сливают статистику, но от этого меньше удивления они не вызывают. Я даже не представляю, как, черт побери, можно заруинить больше 80% боев, отыграв 2800 боев. М4 12% побед, больше 1000 боев. Господи. У кореша 11% побед, на этом же М4. Ну, не идет у пацана игра. Также в клане есть довольно скилловые игроки, как раз этот товарищ был уже в одном видео на канале. На FV4202 он настрелял больше 9к урона. Ссылочка на видео будет в описании. Лопни мои глаза. Я не представляю, как это возможно. Видимо, только в одном бою из 10 появлялся нормальный игрок, который мог вытащить катку за этих давничей. Почему давничей? Потому что я уже говорил, что они делают это специально. Меня кто-то закинул в беседу этого клана в ВК, и я немного понаблюдал за происходящим. Смотрев, как они обсирают игру и так далее. Я задал соответствующий вопрос. И получил вполне ожидаемый ответ. Эм, иди нахуй. Если вы все еще не понимаете, что они делают в бою для такой статистики, вот вам немного нарезок из их видео. Субтитры создавал DimaTorzok И тут-то возникает вопрос. А для чего это все? С одной стороны, понятно, что люди не любят игру. Но с другой стороны, какого черта ты тут сидишь? А если уж ты тут сидишь, то зачем портить игру другим людям? Естественно, это просто сборище школотронов и инфантильных ребят, потому что никакого уважения к другим людям, да даже в своем племени друг к другу у них нет. Также они с легкостью разводят других игроков и ничего такого в этом не видят. Уважаемый игрок, на вашем аккаунте было обнаружено бла-бла-бла, и дайте логин с паролем, а то бла-бла-бла. И они дают логин с паролем. А я согласен, что лохи сами виноваты, но все же, развести можно и бабку у метро. Но этого никто не делает, кроме таких вот отбросов. Конечно, глупо пытаться кому-то что-то доказать из них, ведь собрались-то ребята с одним одинаковым жизненными понятиями, уровнем интеллекта и развития. Это то же самое, что подойти к толпе гопников и попытаться им что-то объяснить. Второй вопрос, почему эти ребята еще не в бане? Понятно, что они создадут новый аккаунт и разведут кого-то на аккаунт и так далее. Но это не значит, что аккаунты с запредельным неспортивным поведением не нужно банить, варгейминг, алё! Тут не поспоришь, что они умеют добиваться своих целей, потому что даже у меня пукан пригорел. От того, что нас окружают настолько обиженные и мелочные иллюзии. Парадокс как больших танков, так и блица в том, что есть много недовольных людей, которые продолжают играть в эту игру. Я думаю, что это одна из загадок человечества, на которую никогда не будет получен ответ. Ладно, ребята, будем заканчивать. Пиши в комментариях, что ты думаешь о таких игроках. Может, по-твоему, они делают все правильно, а это я ничего не понимаю. Ставь лайк, подписывайся на канал и покидава! Субтитры сделал DimaTorzok